скоро на канале выйдет новый стрит-арт проект но он пока снимается поэтому сейчас будете смотреть гайд всем привет ребята это видео наверное в первую очередь будет интересно тем кто занимается творчеством потому что сегодня я расскажу вам про кухню стрит-арта как я рисую на чем я рисую и чем я рисую поэтому начнем постепенно как это происходит самого начала ни для кого наверное не секрет что я работаю в трафаретной технике и в первую очередь для того чтобы нарисовать что-то мне нужен трафарет я его печатаю на обычный а4 бью картинку с помощью стороннего утилита называется он а из постер такой простецкий очень легкий бьет он изображение таким вот образом то есть задаете масштаб он уже под него подгоняет изображение ну например да какие-то уже старики у меня остались на них показывают обычная офисная бумага для того чтобы перенести на нее изображение самое но но как отдельный трафарет она не подходит она слишком тонкая то есть я не знаю у мне не получается сделать красиво особенно когда рисую акрилом у меня все это дело разваливается короче ужас я для этого дела специально использую более плотную бумагу ну и совсем конечно кошерный вариант потому что ее покупать надо ну кому это интересно вообще вот ну у меня перепала такая стопочка я ее в принципе юзаю нормально но есть еще один вариант прекраснейший например да не хочется тратиться вот пожалуйста отличный вариант это постеры какие-нибудь уже заюзанные промо акции да там как тех же самых пятерочках магнитах по-любому остаются плакаты и можно попросить любезно вам их наверное предоставить если хорошо попросите у меня вот так вот постоянно перепадает всякие мешки с разных мест я их тоже спокойно юзаю они отлично подходят плотные то что нужно но если вы захотели что-нибудь сделать на улице то обычная бумажка ясен хер не подойдет поэтому нужен картон вот у меня тут есть кое-какие запасы это специально складываю на случай если приспичит не только картон у меня здесь лежит всякого барахла достаточно отличный вариант потому что картон хорошо держит форму если грамотно вырезать трафарет то ребра жесткости если правильно спозиционировать отлично будет держаться то что нужно потому что времени на улице как правило мало вот отличный пример вырезано все так что это как монолит просто я его юзла конечно один раз но я думаю что и второй третий раз и четвертый он спокойно вывезет дешевая штука ее можно намутить блин с любой покупки какой-нибудь бытовую технику купил друг или вы сами ну вас уж так вышло купили холодильник это все это праздник получается можно вообще там такую забабахать масштабную красоту ну и конечно же никто не мешает все комбинировать то есть если сердцевина из бумаги основание из картона то это вообще прекрасный бутерброд трафареты это конечно хорошо но когда я узнал о том что есть проектор жизнь кардинально изменилась то есть представьте я не трачу бумагу я делаю отличные переводы с большим масштабом и самый прикол что вот эту херню китайскую я взял за 5000 она у меня отбилась просто моментально и до сих пор радует меня шумит правда но это блин фигня по сравнению с ценой и качеством это мелочи помимо того что его можно пустить дело так еще на нем кинчик можно запустить поиграть во что-нибудь вообще в общем одна из самых моих наверное удачных покупок за всю жизнь допустим трафарет мы слепили что дальше но дальше мы его вырезаем нам понадобится для этого ножи и лезвия и все что вам для этого может понадобиться последнее время юзу и вот такие вот скальпелечки в принципе форма не важно от кого это какой-то китай а это ольфа самое главное чтобы было лезвие качественное вот я как однажды попробовал ольфу все я больше другим не могу резать это настолько классные ножи ну это конечно не реклама мне ни хера за это не заплатили но это чисто рекомендация от самого сердца такие ножички можно заказать в магазине арт квартал и при использовании моего промокода кадама вы получите десятипроцентную скидку там есть из чего выбрать от маленьких перышек до серьезных лезвиков ссылка в описании залетайте выбирайте у меня была такая любимая одна я ее проебал вот кстати это ольфовские ножи и я не могу никуда вставить потому что тушку от них я проебал но они и так режут нормально то есть не вполне устраивает такой формат бич конечно ну ты не сделаешь ради того чтобы добиться результата ножницы и принципе погнали теперь поговорим о том на чем рисовать я всегда использую dvp он же арголит такая прессованная штука она сделана из маленьких маленьких картонных наверно обрезков каких-то проклеенных чем такая штука стоит очень дешево там по моему 120 рублей в лерке продается большой формат ну это как бы вещь который я пользуюсь постоянно постоянно у меня находится в наличии хоть какой-нибудь кусочек найдется он уже загрунтованный грунтовка по дереву зачем она нужна вообще она предотвращает проникновение краски древесину ну или покрытие на который вы наносите и цвет становится ярче никуда не пропадает в общем и ложится ровнее вещь нужная вот прям реально нужно стоит рублей 200 кончилось уже однако я пробовал наносить грунтовку разным способом но больше всего мне нравится валик он не оставляет никакого видимого такого рисунка очень удобный плане использования помыл в юнке он уже готов для следующего использования вещь классно рекомендую есть конечно варик растями все это замазывает но это дольше и опять же повторяюсь появляется рельеф знаете да что в последнее время люблю делать такие стрит-арт объекты которые можно будет потом куда-нибудь повесить если двп вас не устраивает пожалуйста фанера никто не отменял отличный вариант вот я взял недавно отшлифованные уже для нового объекта не все получается сделать конечно бесплатно но на такое дело не грех и потратить вот кстати что получается из фанеры ну-ка иди сюда вот такой формат мне очень нравится нарисовал со всеми детальками так как хотел а потом на улице моментально за несколько секунд просто присобачил и все и ушел если бы я рисовал понимая из-за такого где-нибудь на улице это бы за него у меня ну как минимум два дня потому что я помню что я с ним сидел довольно долго и тут мы плавно подходим кистям это вот уже мой излюбленный сет он отсортировался годами какие-то кисти у меня живут очень долго вот это допустим я прям помню как я ее покупал а какие-то мне дарили что-то уже тоже подсдохла очень твердая не всегда рекомендуют использовать синтетику но мне она не нравится не знаю вот те краски которым я рисую она как-то их наносит по-дурацки не оставляет тоже рисунок смазывает как-то не ну мне не нравится в общем я предпочитаю колонок либо белку смотрите какая миль пиздрическое вообще это вот специально для всяких бликов для глазок я вот таким перышком работаю вот ну это в принципе все что мне нужно для того чтобы что-то нарисовать там среднего формата тоже такой сформированный у меня пол для нанесения каких-то масштабных слоев я использую губку с помощью приема тампонирование или спонжирование кому как больше нравится макайте в красочку нами много раз видели какие-то делаю тоже неплохой способ но оставляет рисунок определенный такой пористый потому что мобка сама такая неровная надо учитывать если вам такая вещь не помешает то почему бы и нет что по краскам это мой набор акрила я его очень часто использую потому что ну не знаю как бы другой материал мне не подходит масло очень долго сохнет темперу я пока еще не пробовал говорят что вроде как норм но так ричик мне подходит как нельзя лучше конечно есть момент что его надо укрывать два слоя но потом не пахнет потому что раньше я рисовал он ли банками сами понимаете когда рисуешь подвале запах тут конечно стоит катастрофический даже я бы сказал смертельный я сразу же отказался от этого когда понял что есть такая вещь как акрил но на улице без банок никуда куда там акрилом то полезешь чего брать стоять будешь тампонировать все это время нет залил и все прекрасно разные марки есть есть дешманские какие-то убогие вообще аэрозоли декори для декора ну есть конечно фаворитный образцы также можете сориентироваться по цене что подойдет что не подойдет потому что сейчас сами понимаете сколько чувствует блин 400 рублей за банку отдавать если графики блять для богатых людей уже получается ну это то что у меня сейчас осталось я не так часто стал использовать аэрозоль но раньше только ей рисовал по вот этим трупиком наверно понятно да это еще не первая волна и не вторая также у меня есть куча маркеров и фломастеров но имени пользуюсь они так у меня для разметки основном тоже судьба подарила вот кстати я тебя искал ну и вот собственно что получается на выходе я сейчас рассказал только об основах не углубляясь детали какие-то подводные камни тоже мы не упирались если вам интересно то напишите в комментариях я может быть что-то разберу более подробно тот момент который вас заинтриговал или кажется вам полезным у меня много разного акрила какие-то вообще прям совсем дешманские краски которыми я пользовался от сил один раз какие-то подходят для специфических задач и об этой я кстати толком и не рассказывал в общем если хотите что-нибудь узнать дополнительно то пишите в комментариях возможно я что-нибудь сниму не забываем про то что совсем недавно в группе появилась возможность заказать мерч наклеечки и кружки все полезные ссылки в описании также если не хватает контента подписывайтесь на инстаграм там он всегда есть а на этом все до скорых встреч спасибо за просмотр! 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 спасибо за просмотр!